Семья, любовь и верность. Сегодня всероссийский праздник, который должен напомнить людям о главных ценностях жизни. Каждому из нас хочется, чтобы дома его ждали близкие, любимые люди, поддерживали и помогали. Иногда просто добрым словом. А когда в семье много деток, вдвойне хорошо. У нас в гостях Светлана Литвинова, председатель краевой общественной организации «Много деток хорошо». Здравствуйте. Здравствуйте. А сколько у нас в Алтайском крае многодетных семей? На сегодняшний день цифра перевалила за 28 тысяч. Более 28 тысяч. То есть это считается и 3 ребенка, это уже много деток и 12. Да, да, да. Но это много или мало? Вы сказали перевалило. То есть раньше было меньше. Раньше было меньше. Несколько лет назад была цифра 26 тысяч, 27 тысяч. Вот в прошлом году мы к циферке 28 тысяч подходили. Сейчас уже более 28 тысяч. Как вы считаете, с чем это связано? То есть люди стали добрее и начали брать домой, по сути, чужих ребятишек? Или есть другая причина? Я бы не сказала, что массово начали брать чужих ребятишек. Массово начали третьего и последующего ребенка рожать. То есть да, совместных детей получается, да? Да, совместных детей, собственных детей рожать, становиться многодетной семьей. Потому что, ну, не секрет, что очень большая государственная поддержка началась у нас в стране, в регионе в нашем, именно многодетным семьям. По рождению третьего ребенка, там, вот с января этого года 450 тысяч за ипотечный кредит там спишется с этой семьи и так далее, и так далее. Повышаются пособия до трех лет, до полутора лет. И постепенно, как бы, люди привыкают, что да, многодетность – это хорошо, в том числе и материально. Ну, наверняка есть такие семьи, которые, ну, не очень ответственно относятся к этому вопросу и рожают или берут детей вот в целях обогащения или, там, не знаю, детского труда. Вы за этим следите? Мы за этим следим. Более того, хочу сказать, что в нашей организации много где-то хорошо. Таких семей практически нет. Потому что эти семьи сразу выявляются, им как-то некомфортно становится, они выходят из числа нашего членства, нашей организации. Как-то раз и покинули наши группы. Думаю, ну, значит, человеку некомфортно. Наши установки он не принимает. Ну, насильно мы не будем ведь как-то переучивать взрослых людей, а те, кто постепенно меняет свое мировоззрение, они остаются, там, немножечко поссорятся, немножечко, там, как-то пободаются с другими родителями. И в то же время они, смотрю, уже получше, получше, получше становятся. А вот с какими проблемами они чаще всего сталкиваются, обращаются к вам за помощью в частности? Ну, хочу сразу сказать, что у нас работают юридические приемные в Алтайском крае, которые поддерживают фонд президентских грантов. На эти средства мы открыли у нас уже семь юридических приемных во всех крупных городах, начиная с Барнаула. И ежедневно, ну, если взять все семь приемных, 10-15 человек ежедневно приходят на приемы, там, многодетные приемные семьи. Бывают исключения, даже немногодетные родители приходят с какими-то трудными жизненными ситуациями, мы оказываем также им помощь. И, ну, вот как говорит мой юрист Шестаков Анатолий Анатольевич, процентов 30, это, конечно, печально, но идут с бракоразводными разными делами. Алименты, раздел имущества, раздел детей, с кем ребенок будет проживать, это, конечно, страшно. Уровень ответственности родительства у нас еще не на таком должном уровне, как хотелось бы. Если ты заводишь, как бы, большую семью, да, решил рожать третьего и последующего, и четвертого, и пятого ребенка, как-то будь ответственной, как-то перевоспитывайте друг друга, влияйте друг на друга, как-то вместе решайте трудные проблемы, трудности. Ну, не разбегайтесь, потому что страдают дети. Ну, если уже совсем нечего сохранять и вообще невозможно, ну, бывает, что там алкоголь вмешивается или еще что-то, ну, тогда, конечно. Если нечего сохранять, то, наверное, не стоит. Ну, эти приемы бесплатные. Эти приемы юридические бесплатно. Как попасть? Попасть абсолютно просто, главное записаться. Можно начать с моего телефонного звонка ко мне. Я дам телефон юриста, который ближе к вашему населенному пункту. Любой юрист вас примет бесплатно. У нас во всех городах крупных юристов работают. Ну, мой телефончик будет на экране. Да, обязательно. Вы сказали, что очень много у нас многодетных семей, проблем тоже много, выстраиваются очереди, насколько я знаю. Не планировали ли я открыть какой-то вот большой такой центр? Да, мы сейчас готовим документы в Министерство юстиции на регистрацию собственного юридического негосударственного центра. В принципе, нас юстиция на это и подбивает, потому что мы уже более трех лет занимаемся этими проблемами. И когда будет оформлен центр, ну, наверное, легче будут какие-то вопросы вместе с ним, с этим центром нам решать. Что он будет из себя представлять, этот центр? Ну, это та же сеть юридических приемных, которые будут бесплатно оказывать юридический прием населению, но в том числе многодетным семьям. То есть там уже не будет ограничения. И опять же это будет поддержка государства? Да, это будет поддержка государства. Я смотрю, необходимы такие центры. Ведь наверняка юридическая помощь, ну, не бесплатная. И стоит, наверное, порой дорого. Да, дорогая. Ну, у нас, я знаю, что адвокатские конторы, очень многие кабинеты адвокатские принимают бесплатно. Но отличие и уникальность, наверное, нашего проекта в том, что мы не просто принимаем родителей. Вот принял, посоветовал и родитель ушел. Очень часто бывает, что человеку нужна прежде всего психологическая помощь. Надо прийти в себя, трезво подумать, трезво помыслить. А родители в сложной жизненной ситуации иногда вот просто даже не понимают, куда им бежать, что делать. И какие нужно собирать документы. И вообще мама на эмоциях. Нужно сначала убрать эти эмоции. Прежде всего, негативные эмоции. Успокоить этого родителя, маму или папу. Бывают и папу приходят с эмоциями. А в дальнейшем помочь ему собрать пакет документов, написать исковые заявления. Или какие-то письма, запросы сделать в учреждение, в организации. Представить его интересы в суде. Наши юристы делают это от начала до конца. Вот этим мы отличаемся. Не просто поконсультировал, дал нужный совет и человек ушел в неизвестном направлении. Человек у нас не уходит. Человек остается. И в дальнейшем он включается в работу нашей общественной организации. У нас есть замечательные группы. Я их очень люблю. Уже три группы в WhatsApp. Это очень много людей. 256 человек в одной группе. И родители ежедневно добавляются туда. Работает сетевой маркетинг. Я пришел, привел друга. Друг привел еще друга. Сетевой маркетинг в хорошем смысле слова. И родители даже уже, например, кто-то сходил на консультацию к юристу, тут же возникают подобные вопросы у других родителей. И они уже на основе своего примера им советуют. Я уже вижу, что даже облегчается наша работа. Они уже друг другу там советуют. Если что-то неправильное советуют, конечно, подключается юрист или я, или... Ну, администраторы всегда как бы в курсе. Ну, в общем, работа налажена, я так поняла у вас. Да, работа налажена. Давайте поговорим о статусе многодетных. Вот до какого момента семья считается многодетной? Вот, предположим, ребенку исполнилось 18, он уже взрослый, он пошел учиться. И все. И семья перестает быть многодетной. Если их было трое, да? Их было трое, один стал взрослый, пошел учиться, их двое, все, с них статус снимается? Статус снимается по достижению 18-летнего возраста, да. Даже если он еще школу не закончил, но ему исполнилось 18 лет, такие моменты тоже бывают. Ребенок еще практически школьник, даже еще выпускные экзамены не стал. И при этом он живет же в семье, он же не в общежитии где-то, да, предположим? Он живет в семье, он не ушел из семьи. И даже когда он поступит куда-то, он не уходит из семьи. Даже если живет в общежитии в другом городе, он на балансе семье остается быть. Хорошо, а в других городах как? А в других регионах, именно это от местного законодательства зависит, продление статуса многодетной семьи до достижения 22 лет хотя бы. Чтобы ребенку дать возможность еще обучиться на дневном отделении в каком-то учебном профессиональном заведении. Или в среднем, или в высшем. Главное получить специальности, начать работать. Ну какая-то у нас по этому поводу работа проводится, то есть что-то делается, чтобы увеличить. Да, мы подали уже письмо, запрос в наш АКЗС, будем обсуждать этот вопрос. Но сейчас у нас на обсуждении первый вопрос-то по земле. А там что? Там, ну, также все знают, что бесплатная земля раздается. Бесплатная, положенная по закону многодетным. Ну, она как-то... Мы подали земли, а там нет никаких коммуникаций, нет воды, нет электричества. Ну, то есть это условие-то, собственно, и не прописано, да? Земля и земля, дали же землю, да? То есть нигде это не прописано, какая она должна быть? Ну, там прописано, что должны быть коммуникации. Должны быть все-таки коммуникации. И вот сейчас будем поднимать эти вопросы, также совместно с АКЗС будем решать, куда родителям бежать, где искать эти земли. Потому что АКЗС принял новый закон Алтайского края, что сейчас родители сами могут самостоятельно найти свободную землю, прийти и ее оформить. Подождите, любую? Любую. То есть, например, в поселке Бельмитёво? Жилого назначения. Да. Мне вот понравился участок, я прихожу, хочу его, даже если он очень дорого стоит и как бы невыгодно его отдавать. Если он никому не принадлежит, если он не в собственности, если он не в аренде, если он просто действительно свободный. Вы перечислили, я думаю, что и в этом вопросе много будет проблем. Родители пытаются, они уже несколько отписываются. Мы нашли участок, что дальше делать? А вот что дальше делать, мы сами не знаем. И мы хотим эти вопросы задать нашим законодателям. Что дальше-то делать? Куда бежать? С чем бежать? Как оформлять этот документ, эти документы на эту землю? Будет ли она сразу в собственности или в аренде она будет? Вот эти вот вопросы, они до сих пор как бы в воздухе висят. И буквально вот мы предварительно договорились на 16 июля встретиться с представителями. Где будет встреча? Вдруг сейчас кто-то посмотрит. Мы еще не знаем, нужно следить в наших сетях. Опять же, где-то в сетях вы сообщите обязательно. В наших сетях, да. У нас есть группа в Одноклассниках, группа ВКонтакте. У нас три группы в WhatsApp. По телефону можно, по моему телефону можно зайти в нашу группу. То есть вам легко можно звонить, если что, какие-то вопросы? Да, я добавляю в группу, и вы уже будете в курсе всех вопросов. Так, Маспетлана Алексеевна, сегодня такой праздник. Давайте что-нибудь доброе напоследок еще раз скажем. Давайте доброе. Любите, цените и так далее. Действительно, семья – это главное, что есть в жизни человека. Я недавно писала эссе на тему семьи. И я поняла, что все мои подвиги жизненные – это во благо семьи. Во благо ребенка, который не очень здоров. Во благо ребенка, который учится в школе, и мне хочется, чтобы ему было интереснее учиться. И жизнь в общественной организации, она идет во благо семьям. Если мы хотим, чтобы семье было хорошо, я должен сам что-то сделать, это хорошо. Я всегда говорю, первое – это мы, а второе – это государство. Государство нам в помощь. А первичное – это родители, родительская ответственность. Вот давайте будем отвечать за то, что мы делаем, отвечать за то, что мы, кого родили, за них будем отвечать, не перекладывая ни на кого. Да, государство нам поможет и не оставит трудные жизненные ситуации. Давайте сделаем так, чтобы этих трудных жизненных ситуаций у нас было меньше. Чтобы были только хорошие жизненные ситуации, чтобы позитивные, чтобы дети наши любили жизнь, не были маленькими ворчунами. Как иногда смотришь и думаешь, да-да-да, понятно, о чем родители говорят. Откуда идет все это, да? Да, все идет из семьи. Давайте на этой позитивной ноте нашу беседу завершать. Спасибо. Давайте, спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Светлана Литвинова, председатель краевой общественной организации «Много деток. Хорошо».